Руденко Игорь Алексеевич. Я сам с Крыма родился в Днепропетровской области Широкевского района села Водина. С 1975 года я в Крыму проживал. Навчался в Полтавском военном институте связку по должности начальника связи Гаубичного террористического дивизиона. Как прибыли до Новой Каховки, там получается шесть гаубиц поставили на стадионе. Вокруг жили дома, поставили на стадионе, там стадион был на Олечке. И поставили шесть гаубиц и две гаубицы, просто они не стреляли, на прикрытие их поставили. А четыре подняли вверх. И когда давали там команду, ну я просто чув, как давали команду, я сам не артиллерист. То они стреляли вверх, ну десь три-четыре километра, и сказали, что это на окраине города, это на окраине села. А потом, как я уже подивился по картине, по телефону, уже тут, когда сдался, это, казалось, жили дома, ну, будинки жили. То есть они стреляли по будинкам, то есть нам сказали даже неправду. А хлопцы, которые заряжали, они и не знали, куда они стреляют. Им начальник штаба приказал, и командир дивизиона координаты давал, и они шпач-шпаляли. То есть за все время, что я был у этих пять дней, я ни одного військового украинского не побачил. Я не знаю, убили они или нет, может они там сховалися где-то в подвалах, но вот такие же злочины, конечно, творили. Я, конечно, вибачаюсь перед всеми народами Украины, перед всеми жителями, что таки произошло. Я даже, ну, у меня просто нема слов и оправданий, я не оправдываюсь. Но боль внутри, что и тут я, как предатель, и там, как предатель, и везде, как предатель. Дуже важно. Есть родственники на Украине, есть в Николаеве мой родный племянник, есть в Харькове моя родная титка, родный дядька. И три троюродных брата, двоюродных брата и сестра двоюродная. Я дуже переживаю, потому что я вижу, что с Харькова было.